ребята еще раз всем привет говорю не так громко так как у нас илюша спит темочка пошел в гости к сестре папа на работе у нас еще настя с ваней гуляют не я хочу вам показать что я купила в секонд-хенде была скидка 90 процентов и пока наши детки занимались на танцах тренировались мы опять прошлись по магазинам конечно сейчас не такой секонд-хенд какой был до войны но выбрать что-то можно выбрала я две футболочки цвет конечно сильно не передает он непонятный но он насыщенно зеленый такой цвет футболочка мне понравилось она такая свободненькая шум не нравится рукава не давят обычно у меня в рукавах проблема не могу подобрать в рукавах размер получается за две футболочки я отдала 76 рублей вот на следующий год налито вообще будет шикарно одевать так это одна футболочка и вот вторая футболка на рукавах такие вот как рюшечки непонятные но тоже рукав хороший не давит мне вот такая футболочка и внизу тоже они тут резиночки нет я думала тут тоже резиночка это в той футболки свободная такая вот за эти две футболочки я отдала 76 рублей нет это это как кофейного цвета такого цвета у меня еще футболок нет думаю возьму очень хочу желтую футболку прям очень я бы еще спортивный костюм взяла желтый но пока на потом отложили еще ребята заказала кофточку для илюши стоит она 760 рублей я так пожалела что я ее заказала лучше бы я заказала с сенсей что-то с одеждой намного лучшего качества пускай я бы заперли за доставку заплатила бы перевозчиком но прошла бы лучше вот такая вот кофточка для илюши я ему хочу вообще толстовочку такую вот на замочке или даже не на замочке именно желтого цвета желтого или оранжевого но это вот как желтый цвет она вроде бы ничего но качество вообще нехти она вроде как тепленькая да на флисе ну как тут не флиса как начес небольшой нитки торчат но пошита некачественно некачественная футболка мой футболка кофта качество но не из лучших честно мне не нравится ну купили уже что же будем носить илюша проснется будем мерить хотя написано мадоин турция ну не знаю взяла на рост 116 хотя можно на 110 взять но взяла 116 так как чтоб еще и вот сейчас поносит осень до зиму в садик можно ее одевать и на весну может еще останется 760 рублей такая вот кофточка так дальше покажу что мне купил муж говорит нах это тебе а то бедная мучаясь я мучаюсь я чем когда мы делаем курей и когда я там разрисаю чтобы достать потроха постоянно мучаюсь то нож не такой то тупой уже и точить надо быстрее на круче неудобные ножи и по моему 100 рублей стоит этот нож муж пошел в магазин купил мне специально нож я руну нож конечно это хороший яру так им хорошо будет лук резать вообще такой нож удобный 100 рублей стоит также муж обо мне позаботился и ребята чем я занята все это время видео то я снимаю от смонтировать времени нет даже вечером ложимся когда спать и если раньше я могла там что-то посмотреть смонтировать сейчас меня вырубает вот реально вырубает я вяжу у меня заказали костюмчик на ребенка связала уже вот такую вот кофточку это на годик потом в итоге покажу вам что получится вот тепленькая такая кофточка теперь я начала вязать капюшон будет на кофточке и на капюшоне еще будет рисунок мишка тэдди мордочка мишка тэдди и вот тут будут вышивки ну короче потом увидите но пуговицы которые я искала под эту кофточку я нашла но они маленькие очень маленькие надо будет еще и смотреть искать может быть найду вот они пуговички вот эти вот но они малюсенькие not приложить к этой кофте в принципе можно можно просто сделать ячейку меньше на застежку но большие пуговицы вот как в реале это как я вяжу до были бы намного лучше конечно ну посмотрим мне вообще нравится я хочу туда дальше связать только другой цвет возьму для илюши такую кофточку прям теплую теплую в сад да и так просто вот осень весна можно одеть на улицу вообще это называется не кофточка курточка это как курточка маркерчики брала кладу на место и еще свекров не подогнала спицы сейчас вам покажу какие спицы подогнала мне свекров то что дочка мне купила я попросила ее но они короткие а надо было длиннее чтобы вязать кофточку вот таких двое спиц длинных но это прям толстый толстый это можно шарфики вязать такие вот с толстой пряжи шапки потом вот эти спицы на которых я сейчас вяжу это тоже мне свекровь дала а вот эти которые купила мне настя это 40 сантиметров они маловаты конечно но так вот узнаете помощь пригодятся кстати сразу в коробочку убрать и мы уже не пользуюсь сейчас чтобы они мне тут не мешали и вот такие вот спицы еще подогнала несколько вот такие вот большие длинные но ими неудобно вязать и не цепляются один чего ты кричишь эти вот спицы которые я покупала тоже надо убирать это я рукава вязала такими спицами я не помню я тигренка которого связала показывала вам или нет напишите мне пожалуйста если нет я вам конечно его покажу и вот еще одни спицы упали у меня но они неудобные так как здесь пружинка пряжа за нее цепляется я ей наверное их отдам назад они очень неудобные вот эти спицы а что я еще купила себе они даже отсюда выскакивают надо отдать купила кулечки это буду вязать игрушки складывать сюда чтобы продавать их вот такие вот кулечки ну вот как я хочу связать яйцо типа киндера и туда ложить тигрят взяла пока сколько я 4 штучки таких кулечка потом взяла хендмей чтобы пришивать к игрушки да как вот ручная работа такая тесемочка взяла полметра по моему и взяла еще вот такие деревяшки тоже прошивные тоже хендмей вот наверное такие белые такие вот темные и вот такая пусть будет вот закончу костюмчик и буду заниматься игрушками а еще я довязала наконец-то вот эту вот матчалочку я ее добила надо будет ее отослать тоже поделочная положу сюда чтобы не валялась нигде вот такая коробочка удобная я бы взяла еще у такую только побольше но мне скоро должна прийти коробочка я заказала там две две коробочки под пряжу вот пряжу мне некуда ложить пряжу она у меня вся по кулькам был бы у нас тут фикс прайс или светофор да с удовольствием бы вот так вот знаете каждый месяц зарплаты мужа можно было бы взять взять вот эти коробочки так что продолжаю вязать капюшон и еще у меня заказали нюшу но так как я не нашла плюшевую пряжу значит будем вязать нюшу вот с такого свелюра сейчас я вам покажу у меня велюр пряжа есть у меня этой пряжи уже я скоро сама ей обмотаюсь этой пряжи всей так что-то тут я не пойму запуталась перепуталась все вот она эта пряжа но я надеюсь хватит вот они два цвета основных которые мне надо кстати вот так вот приготовлю как раз остальные цвета у меня есть и надо будет связать но я думаю дня за два я свяжу эту нюшу а потом продолжу вязать костюм ой так что такие вот у нас дела пока илюша спит я вяжу и честно вот сижу вяжу и не хочется никуда отрываться ребят вот я все дела вязала 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 даже эру покушать я мне просто не то что лень мне не охота вот не могу я оторваться от вязания оно меня так затягивает что ужас вечером вечером тоже уже спать пора муж мне ты спать идешь я рода щас 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 рядок довяжу тут рядок довязала смотрю он еще не не идет не ложится спать я давай второй начинать тут он проходит ты же сказала рядок я вот так я его еще не закончила рядок так что нравится мне это дело вязание было бы побольше времени вообще было бы шикарно а еще хотела рассказать смешное такое вот происшествие можно так сказать короче я в нашей инакевской группе выклала объявление ну как объявление пост о том что кто знает где можно постирать ковры то что этот мужчина он сказал уже холодно я не буду браться их стирать хотя он стирает перхером что они не высохнут я говорю ну у нас синтетика высохнет быстро ну не хочет он браться ну там мне дали номер телефона которые химчистка приезжают на дом я позвонила туда и сразу сказала что нам надо почистить ковры так чтобы убрать кошачий запах у нас же Оди пометил два ковра и они вот когда сыро на улице да в квартире полы холодные а сверху вроде как тепло и оно там конденсат собирается а не сыреет и тогда вот это вот испарение запах воняет в квартире не очень приятно спросила он говорит а вы затирали уже моющим я руда и моющим затирала и покупала спрей вот этот специальный антизапах ну знаете я гарантии не даю что в будущем запах появится у нас есть говорит специальное средство которое мы мочу вот эту вычищаем да но не даем гарантии а цена ваших услуг в объявлении было написано 85 рублей квадратный метр а он говорит нет это старое объявление у нас 100 рублей квадратный метр и плюс если у такие загрязнения как моча 200 рублей квадратный метр но там где-то квадратный метр наверно ши возьмется ой не знаю наверное я подумала подумала повешу ковер почищу именно наверно там где моча попробую смыть водой хорошо с порошком не знаю попробую что-то скажу мужу пусть вешает на забор мне его потому что с турника очень неудобно будет мыть и чистить а на следующий год надо срочно покупать керхер чтоб уже не переживать о том что ковры не не чищены а по поводу что я хотела рассказать этого поста что я дала там же мне одна дала вот я номер телефона объявления химчистки а вторая пишет пишет проснулась а я ей пишу да нет я еще сплю а на завтра снег уже выпадет а вы собрались ковры стирать тебя оно колышет когда я собралась стирать ковры конечно да я поздно кинулась но я до последнего думала что мы их сами почистим по моим во первых муж поздно сделал турник поздновато во вторых он постоянно на работе а мне его помощь нужна мне надо будет подключить шлангу воду кран это все знает он куда и что и как так что дотянули сами я понимаю прекрасно можно было бы и этому мужчине отдать полторы тысячи два ковра выходит это не так уж и дорого постирал бы тем более у него керхер ну ладно уже что есть то есть как говорится на следующий год будем уже надеяться только сами на себя ну мы и так надеемся на себя как говорится но меня просто возмущают те люди которые вот хотят выделиться иди иди сюда иди иди если ты не можешь дать номер телефона не можешь посоветовать что-то зачем ты пишешь такое есть такие знаете люди которые хотят поумничать ну пусть умничают если им легче от этого так что короче наболтала я вам наговорила очень очень много сегодня на ужин стушила картошку со свининой там кусочек мяса свинины деткам отварила гречку там еще осталась жареная картошка потому что они тушеную картошку с мясом категорически отказываются есть нажарила гренок сладких у нас хлеб остается и я делаю сладкие гренки это яйцо молоко и сахар вот это все взбиваю перемешиваю обмакиваю и жарю кстати очень вкусные гренки получаются с чаем вообще вкуснотища да и так оно дети тягают грызут их ладненько всем удачи всем крепкого здоровья не болейте берегите себя а я продолжаю вязать заниматься своим любимым делом и всем пока пока даме я до новых встреч скажи пока да пока пока